Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, который даже может показаться немножко странным или смешным, если бы не было, конечно, так грустно. Как заставить жениться? Ну, тот, кто услышит вопрос со стороны, может как-то даже осудить, ой, там заставить, что это за насилие какое-то, что у нас там, какие-то дикие времена какие-то, когда там заставляли жениться подневольно. Но на самом деле мы всегда, когда что-то не понимаем, мы должны встать на сторону того, кто говорит, тот, кто спрашивает, и подумать, что же он чувствует в этот момент. И я тоже, конечно, вначале так повеселился над этим вопросом, но потом все-таки понимаю, что речь о том, может быть, о разных ситуациях. И вот эти разные ситуации мы постараемся прояснить. Прежде всего, ситуация, что там, ну, заставить жениться, например, человек не подозревает даже, что ты хочешь на, вот, чтобы как-то жениться, создать брак с этим человеком. Надо помнить, что вот в самом начале Евангелия от Иоанна, в первой главе Господь говорит, да, что вот не от похоти плоти, не от похоти мужеской, но от Бога родились. Я вспоминаю, как Царствие Небесное, владыка Алексий Фролов, которому я привел познакомиться, свою будущую жену, и он как раз вот эти слова цитировал. Вопрос у нас был как раз, ну, вот, как там, жениться нам сейчас или нет в студенческую пору, подождать, не ждать. Ну, вот, то есть, некоторый совет. На самом деле, решение-то какое-то у нас внутри даже было. Ну, а так, вроде, хотелось это как-то решение, чтобы его кто-то одобрил, поддержал. Понятное дело, каждый человек делает свой свободный выбор. И любой духовник нормальный, любой человек духовной жизни, он никогда ничего не будет навязывать. И вот, владыка Алексий тоже эти слова мне запомнились, я их гораздо позже как-то понял, осознал, потому что он тоже, можно сказать, процитировал Священное Писание, не только его разговор был куда длиннее, чтобы можно было понять, что брак – это то, что вот устрояется действительно на небесах. Вроде красивая фраза, там, из голливудского кино, из какого-то, нет, это действительно так. Что если просто ты стремишься жениться или выйти замуж, то есть связать браком себя с каким-то человеком, это к этому тебя влекут просто страсти. Как страсти элементарные, телесные, так и наоборот, некоторая эмоциональная привязанность, просто интерес духовный, то есть жажда человеческого тепла, то есть вещи более воздвижные. В любом случае, это не то, на чем можно построить брак и любовь. Это может быть некоторый фактор, который очень важен, который влияет, но все-таки то, что вот смотреть угодно, или это будет Богу или нет, то действительно нужно. Поэтому прежде чем заставлять жениться, надо понять, хочет ли другой человек жениться, будет ли это свободный его выбор, и если я его буду принуждать к этому выбору, будет ли он счастлив, и буду ли я счастлив с принужденным человеком. Тут, конечно, мы рассматриваем еще ситуацию, когда люди, в принципе, у них отношения чистые. А что делать, и как раз, скорее всего, задававший этот вопрос человек, он находится в греховной связи с объектом своего вожделения, своей страсти, которого хочет сделать мужем. Греховная связь, она тоже очень сильная. В принципе, духовные вещи они связывают очень сильно. И любой грех, который калечит душу человека, он тоже, в принципе, очень хорошо спаивает. Поэтому, если там взять и столкновение двух машин, они еще взорвутся и сгорят, то, в принципе, их куда тяжелее будет даже с помощью спецсредства разрезать, разделить на две половинки, чем если их привести к мастерскому какому-то частному мастеру и подсказать, ой, сделайте нам из двух машин одну. Другое дело, что ехать будет плохо. Именно поэтому здесь, прежде всего, надо напомнить о том, что говорит апостол Павел в первом послании к Орвинфинам, в шестой голове. «Ни блудники, не обманывайтесь, ни дослужители, ни прелюбодей, ни млаки, ни мажеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствия Божия не наследуют». Длинный перечень, однако про блудников сказано недвусмысленно в самом начале. Это не только потому, что это самый, может, тяжелый грех, нет, просто если прочитать контекст, шестая глава, первое послание к Орвинфинам, там, в принципе, апостол Павел разбирает и в предыдущей главе вообще вот эту проблему, проблему блуда. Это некоторый итог этого всего разбора, поэтому тут, чтобы аргументацию апостола Павла и его мысли проследить, надо прочесть чуть-чуть побольше, чем мы можем сделать в коротеньком видеоотрывке. Но все-таки самое главное, блуд он отделяет от Царствия Божия. Но тут можно сказать, ой, да другой человек, он не особо верит, или верит, или скажет, да не, я верю, но ничего, покаемся, ну или там, да в принципе, надо еще понять, нужен нам брак этот или нет, а пока просто поблудим. Надо помнить главный принцип всех заповедей Христа. Заповеди Христа обращены не к кому-то другому, даже не к своей второй половинке, не к любимому человеку, заповеди Христа можно обращать и применять только к самому себе. Поэтому и эти слова должен прочитать человек, который блудит вместе с кем-то и старается, ой, батюшка, как же сделать, чтобы взять этого человека под венец, затащить. Надо, прежде всего, оставить блуд. Действительно, это практический совет, это не просто, ой, там, к попам обратиться, они тоже скажут, ой, обязательно, там, надо не грешить, и все будет хорошо. Но это действительно так, если ты берешь, останавливаешь блудные отношения, причем у тебя есть пояснение, потому что там человек может сказать, ой, а что ж ты, вот раньше ты там блудил, а сейчас не хочешь блудить, ты ему говоришь, что, правда, блудник Царствия Небесного не наследует, грех меня победил, я решил покаяться, я решил жизнь как-то более достойно вести, и поэтому наши отношения будут теперь строиться без блуда. То тут сразу пройдет некоторый водораздел. Человек, который вешает лапшу на уши, извините за выражение, и вовсе не собирается никогда жениться, он сразу возьмет и с радаров пропадет. Но, может, не сразу он еще будет попытаться обратно в грех затянуть, лишающий Царствия Небесного, но, в принципе, либо просто исчезнет, либо с напоминаниями о возвращении ко греху, но в любом случае сразу станет понятно, что брак ему не интересен, ему интересен грех. А грех и брак – это вещи друг другу противоположные. Брак соединений во славу Божию – блуд соединений во славу сатаны. Вроде по технике примерно то же самое, а по направлению ровно противоположное. В принципе, человек, когда прямо перемещается в пространстве, и он, например, берет и поднимается куда-то вверх по лестнице, или спускается вниз по лестнице, ну да, он лестницей пользуется, но придет либо вверх, либо вниз. Точно так же и здесь. Или, наоборот, уже человек, в чем сердце живет любовь, в чем сердце есть стремление к браку, но которого сатана обманул и говорит, ты пока поблуди, не торопись, жениться, там надо денег на свадьбу накопить. Эти все причины очень примитивные, сатана ничего нового не может объяснить, всегда какие-то оправдания находятся. То тут он без блуда поймет, что он отделен от человека, по крайней мере, телесно, и надо действительно к браку стремиться. Или он без блуда взглянет на человека и скажет, да, вот я сам был уверен, что я тебя люблю, но вот сейчас как-то я понимаю, что это некоторый дурман был. Как хорошо, что вот мы хоть и планировали там свадьбу через год, хорошо, что не дошли. Наверняка бы мы вот развелись через год, через два, через три, потому что пенчальная статистика. Когда люди берут, затаскивают, вот как заставить жениться, затаскивают под венец своего избранника чаще всего. А потом в первые три года две трети разводов. Примерная статистика, может кто-то скажет, нет, там такой-то процент, такой-то процент, но в любом случае больше половины. Потому что когда грех перестает связывать, а даже связывает брак вроде, то выясняется, что люди друг другу чужие. И тоже, слава тебе Господи, если это расставание произойдет до того, как был брак соединен. Потому что брак это куда более глубокое единство, его разрушение куда более сильно бьет по душе, по счастью человека, по его возможности потом в дальнейшем тоже любовь и семью построить. Поэтому, дорогие братья, особенно дорогие сестры, которые наверняка этот вопрос задавали, нужно для того, чтобы в принципе взять и как-то вот ты хочешь излечиться от того, что тебя пронзила стрела вражеская, ядовитая. Но вот надо вначале эту ядовитую стрелу достать. Если тебя кусает ядовитая змея, чтобы излечиться от яда, надо сначала, чтобы эта змея перестала тебя жалить. Если это будет продолжаться, какие бы ты противоядия не принимал, одну таблеточку, один укольчик, а тебя змея снова и снова жалит, все равно не сможешь ты это побороть. Поэтому, вспомнив о том, что Царствие Небесное с блудом несовместимое и блуд прекратив, сразу уже дальше есть некоторый плацдарм для того, чтобы стартовать в одну или в другую сторону. Понимать, что человек чужой, что этот сам человек понимает, что не по пути, или понимать, что нет, есть какие-то надежды на любовь, на брак. Или самый счастливый вариант, только действительно говоришь, все, никакого блуда, а человек говорит, не, не, ну я человек слабый, как же я проживу, ладно, все, пойдем расписываемся, расписывайтесь, и уже потом, худо-бедно, преодолевая все какие-то искушения, испытания, все-таки и семейное счастье на земле строишь, потом, уже не будучи блудником, наследуешь Царствие Небесное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok